МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16.00 в столице. Время новостей на Хабар-24. В студии Потагу Саркулова. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. И начнем выпуск. Ситуации по коронавирусу. Из-за ухудшения эпидситуации и роста числа инфицированных в Восточном Казахстане с завтрашнего дня установят санпосты. Три из них появятся на внешних границах со стороны Алматинской области. Еще три со стороны Карагандинской и Павладарской областей. Еще четыре на автопереходах через госграницу в пунктах пропуска АОЛ, УБА, Пахты и Майкопчегай. Лицам, прибывающим из красной зоны, обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Исключение лишь дети в возрасте до 5 лет при наличии документа у сопровождающих. Контроль будет вестись путем проведения бесконтактной термометрии. При выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания будут вызывать скорую помощь. Новое постановление главного санврача региона уже вышло. Ограничительные меры, введенные там ранее, продлили до 15 апреля. Между тем, за минувшие 24 часа в Казахстане рекорд по количеству заразившихся ковидом – 1873 человека. Это самый высокий суточный показатель с начала года. В лидерах по-прежнему Алматы. Там плюс 515 инфицированных, немногим меньше в столице – 512. Но еще вчера в городе было 356 новых случаев заражения. То есть наблюдается резкий всплеск. Замыкает тройку антилидеров Алматинская область, где выявлено 220 заболевших ковид-19. А всего с начала пандемии в нашей стране зарегистрировано было больше 246 тысяч случаев инфицирования. 83 казахстанца с коронавирусом находятся сейчас в крайне тяжелом состоянии. Из-за высоких темпов распространения опасного вируса Алматинская область сегодня перешла в красную зону. Темп прироста ковид-19 за сутки там составил 1,6%. Больше всего новых инфицированных выявили в Талдыкургане и в районах, близлежащих к Алматы. Теперь регион ждут новые карантинные ограничения. Всего с начала пандемии ковидом заразились более 13 тысяч жителей области. Таким образом, по данным Минздрава, в зоне повышенного риска находится уже 6 регионов. Напомню, в ней также остаются столица Алматы, Актюбинская, Тарауская и Западно-Казахстанская области. Подготовлены отдельные постановления региональных главных санитарных врачей, где еще более ужесточаются карантинные меры. У нас вводятся воскресные локдауны на работу общепитов, торговых домов, торгово-развлекательных центров. Школы переведены с 1 по 5 дежурные классы, не более 15 человек с заполняемостью, и выпускные классы, 9 и 11 классы. Тем временем Шымкент перешел в желтую зону по темпам распространения коронавируса. За последние два дня в мегаполисе зарегистрировали 98 случаев заражения. Это в два раза больше, чем показатели прошлой недели. По словам специалистов, если в течение ближайшего времени эпидситуация не улучшится, то карантинные меры там усилят. А в Атараусской области заболеваемость коронавирусом за последний месяц выросла на 9%. За минувшие сутки там выявили еще 75 инфицированных. Рост заражений и главные санврачи региона связывают с несоблюдением жителями действующих ограничений. Мол, несмотря на запрет организации семейных торжеств, в том числе и на дому, люди продолжают проводить и посещать их. Только за март на объекты малого и среднего бизнеса, нарушивших режим карантина, наложено 49 штрафов на общую сумму более 3 миллионов тенге. Всего с начала года в регионе проведено более 6 тысяч рейдов. Работа мониторинговых групп продолжается. Напомню, ранее в области усилили карантин. С 25 марта она находится в красной зоне. Специалисты призывают население не забывать о мерах безопасности и не посещать места массового скопления людей. Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости. Гражданина Таджикистана, прилетевшего в Казахстан из Душанбе, без ПЦР-справки депортировали из аэропорта Алматы. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Всего за минувшие сутки Казахстан принял 42 международных авиарейса. Из 5164 пассажиров ПЦР-справок не оказалось у 29 казахстанцев. Их уже протестировали. Они ожидают результаты в карантинном стационаре. К слову, прилетевших без справок днем ранее коронавирус не обнаружили. В Казахстане продолжается вакцинация населения. На сегодняшний день на востоке страны привито 8 тысяч человек. Львиная доля – медики, 7 тысяч человек. Остальные – педагоги и представители силовых структур. Сейчас в области работают 48 прививочных кабинетов. По данным управления здравоохранения, пока ни у кого из получивших вакцину побочных эффектов не выявлено. Теперь в регионе дошла очередь до полицейских. Прививки они получают добровольно. Уже больше ста стражей порядка защитили себя от коронавируса. В основном это участковые и патрульные полицейские, которые чаще всего работают с населением. Сегодня специальный отряд «Быстрое реагирование» получили вакцинацию. Она необходима для нераспространения КВИ, коронавирусной инфекции. Получили. Я себя чувствую очень отлично, хорошо и советую всем. Президент дал правительству месяц на исправление ситуации с вакцинацией. И о ситуации с коронавирусом в мире. В США планируют прививать детей от COVID-19. Сообщается, что Pfizer, Moderna и другие производители вакцин приступили к клиническим испытаниям на несовершеннолетних. Ранее производитель препарата заявил, что вакцина Pfizer-BioNTech безопасна и эффективна защищает детей в возрасте до 12 лет. По прогнозам компании, иммунизация подростков, возможно, начнется до начала следующего учебного года. Однако это произойдет только если компания-производитель получит одобрение регулирующих органов. Рост материнской смертности и мертворождений связывают с COVID-19. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в медицинском журнале Lancet. К таким выводам ученые пришли после анализа исследований, посвященных состоянию здоровья матерей и новорожденных детей до и во время эпидемии коронавируса. Также эксперты отмечают рост числа прерванных внематочных беременностей. При этом в обзоре подчеркивается, что исследования включают в себя данные по отдельным медицинским центрам и больницам. Поэтому они не могут в полной мере отобразить реальную ситуацию. В основу исследования легли наблюдения за более чем 6 миллионами беременных женщин из 17 стран мира. Мы сравнили, как у них протекала беременность до и во время эпидемии COVID. В Бразилии выявили мутацию COVID-19, похожую на южноафриканский штамм. Однако ученые не исключают, что мутировавший бразильский штамм это. Случаи были зарегистрированы в штате Сан-Паулу. Примечательно, что инфицированные новым штаммом люди не путешествовали и не контактировали с лицами, побывавшими в африканской стране. В целом, система здравоохранения Бразилии на грани коллапса. На страну приходится уже четверть всех ежедневных летальных исходов от COVID-19. Необходимо увеличить скорость вакцинации. В первую очередь, прививки должны получить наиболее уязвимые группы населения. Также мы должны отслеживать новые мутации, которые могут быть более опасными и передаваться быстрее. Французам так и не удалось избежать полного локдауна. Он вводится на всей территории страны. Об этом в своем обращении заявил президент Пятой Республики Эммануэль Макрон. Правила, действующие в 19 департаментах красной зоны, распространяются на всю территорию континентальной Франции с вечера с суббота на четыре недели. Если мы делаем этот выбор, то только потому, что ни один регион Франции не изолирован от вируса. Он циркулирует везде, параллельно растет и количество госпитализаций. Поэтому каждый должен быть бдительным, не закрываться совсем, но ограничить по максимуму контакты встречи с другими людьми. Работа из дома, закрытие магазинов, запрет на поездки дальше 10 километров от места проживания. В таком режиме ближайший месяц будет жить вся Франция. Кроме того, в красной зоне закроются все школы и детские сады почти на месяц. Часть времени французским школьникам придется учиться онлайн. А после начнутся пасхальные каникулы, которые в этом году, как и в прошлом, пройдут в условиях локдауна. Власти надеются, что это решение поможет остановить третью волну эпидемии. За последние сутки во Франции выявлено 50 тысяч новых заражений. А пик нагрузки на систему здравоохранения, считают французские эпидемиологи, еще впереди. На фоне роста числа заражений усилят антиковидные ограничения и в трех японских префектурах. Новые правила вступят в силу 5 апреля и продлятся как минимум месяц. Власти просят развлекательные заведения отказаться от караоке, поскольку, по их мнению, это является одной из причин массового инфицирования. Также кафе и рестораны смогут работать только до 8 вечера. В Японии, к слову, растет число заражений и новыми мутациями вируса, большинство из которых британский штамм. Карантинные меры усилили и в Узбекистане. Теперь на семейных торжествах, свадьбах и похоронах могут собираться не больше 100 человек. При походе в театры и на концерты люди обязаны быть в масках, а заполняемость залов не должна превышать 50%. Эпид-обстановка в стране ухудшается, предупреждают медики. С начала пандемии коронавирусом заразились почти 83 тысячи человек. Свыше 600 скончались. Для меня лично это будет очень тяжело. Люди, народ и я в том числе, мы все останемся без работы. Я не хочу, чтобы начинался карантин. Я думаю так, что пока мы не дойдем до самого хорошего конца, надо продолжать личную предосторожность. Носить маску. В ряде американских городов проходят протесты из-за бастовки. Люди выступают за отмену арендной платы за жилье. В связи с пандемией многие американцы потеряли доход, поэтому им нечем платить за квартиру. Они призывают власти увеличить федеральную помощь, чтобы справиться с кризисом. По данным экспертов, с весны этого года почти 250 тысяч человек по всей стране выселили из квартир за неуплату. Общая задолженность за аренду составила порядка 57 миллиардов долларов. Страдают и арендодатели. Некоторым из них не платили почти год. Я сижу без работы с марта прошлого года. Я должна за жилье за целый год. Мы хотим, чтобы арендную плату отменили временно, пока не закончится пандемия и не сможем снова работать. И еще о событиях в мире. Контейнеровоз Ever Given не сможет покинуть Суэцкий канал до окончания расследования. Об этом сообщили представители канала, уточнив, что сумму ущерба от его блокировки может достигнуть миллиарда долларов. Расследование займет как минимум неделю. Напомню, гигантское судно село на мель 23 марта, перегородив его почти на неделю и заблокировав движение. Позже корабль сняли с мели и направили в Большое горькое озеро, где оно пройдет технический осмотр. Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сидит в колонии, объявил голодовку. Об этом он сообщил в соцсетях. По словам политика, у него ухудшилось здоровье, ему отказывают в медицинской помощи. «Я имею право пригласить врача и получить лекарства», пишет оппозиционер. Напомню, Навальный и его адвокаты рассказали об ухудшении его состояния в начале прошлой недели. Также политик сообщил о, цитируя, «пытке бессонницы». По его словам, ночью его будет каждый час для проверки. Однако в Федеральной службе исполнения наказания отмечают состояние Навального как стабильное и удовлетворительное. Вернемся к событиям в нашей стране. Казахстанцы, осужденные в СНГ за мелкие нарушения, смогут вернуться на родину. Соответствующую конвенцию о передаче исполнения наказания сегодня ратифицировал Сенат. Однако, как прописано в документе, это касается только тех преступлений, наказания за которые не связаны с лишением свободы. По данным МВД, в странах СНГ условный срок сейчас отбывают 280 наших граждан. При этом отказать в рассмотрении запроса все-таки могут. Суд может принять такое решение, если истек срок давности преступления или до окончания наказания осталось меньше шести месяцев. Также сегодня сенаторы ратифицировали соглашение, связанное с операциями с драгоценными металлами и камнями в рамках Евразийского экономического союза. Приняли депутаты и закон о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Принятые сегодня законы направлены на дальнейшее укрепление межгосударственного сотрудничества в рамках Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Они будут способствовать защите прав наших граждан, эффективному использованию межгосударственной системы стандартизации на уровне СНГ, а также развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в государствах, членах Евразийского экономического союза. Полицейские Алматы обнаружили очередную нарколабораторию. В ее съемной квартире организовал 27-летний житель города. Запрещенные вещества он продавал как оптам, так и в розницу. В ходе спецоперации полицейские изъяли компоненты и оборудование для изготовления синтетического наркотика «Мефедрон». Экспертиза подтвердила их принадлежность к психоактивным. Подозреваемый привлечен в уголовную ответственность и идет расследование. А в Ридере поймали вора на каблуках. Мужчина облачился в женскую куртку, сапоги и парик и ограбил микрокредитную организацию. Угрожая сотрудникам игрушечным пистолетом, он похитил крупную сумму денег. Таким образом, злоумышленник пытался запутать свидетелей. Однако оперативники установили его личность по горячим следам. В течение часа мужчину задержали. Оказалось, что 45-летний местный житель ранее уже был судим за тяжкие преступления. В североказахстанской области на водоеме замерзла рыба. Это произошло в Есильском районе на озере Балакты. Жители села Карагаш сняли случившееся на видео и прислали в нашу редакцию. На кадрах видно, что прорыв, подготовленная для рыбалки, превратилась в огромную инсталляцию с замороженной рыбой. Сельчане говорят, что это последствия установки невода, который, по их словам, используют редаторы водоема. Наши корреспонденты сделали запрос региональным рыбинспекторам. Подробности расскажем в вечерних выпусках новостей. Возле села Карагаш Есильского района есть большое озеро Балакта. Здесь много разной рыбы. Водоем находится в аренде. Недавно приехали, все тут перерыли. Невод запускали под воду. В итоге вот, вся рыба наружу вышла и замерзла. И вернемся к главной теме выпуска. Глава государства провел совещание по противодействию коронавирусу. Президент раскритиковал правительство из-за ситуации с вакцинацией. По словам Хазмжимар Татукаева, Казахстан сегодня значительно отстает по темпам иммунизации от государств-лидеров. Основная причина – дефицит препарата. На сегодняшний день курс иммунизации завершили всего порядка 47 тысяч казахстанцев. Чуть больше 137 тысяч человек привились первым компонентом вакцины. И сегодня же президент поручил открыть колл-центр при прокуратуре, который сможет принимать жалобы на нарушения во время рейдов. По словам Хазмжимар Татукаева, работа мониторинговых групп зачастую имеет выборочный и непрозрачный характер. Одни заведения могут проверяться постоянно, иные – избегать контроля. В целом, президент убежден, что ограничения и последующие проверки не дают ожидаемых результатов, а становятся причиной социального напряжения. Глава государства поручил правительству оперативно проработать вопрос введения отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. Кроме того, Хазмжимар Тукаев отметил необходимость использования цифровых решений, что позволит сохранить мобильность населения в условиях карантина. Масштабирование проекта «Ашак» – задача не только бизнеса, заявил президент. Он отметил, правительству нужно расширить внедрение данной системы. Продолжаем выпуск. Сотни жителей Уральска мерзнут без отопления. По словам коммунальщиков, они были вынуждены пойти на такой шаг. В подвале здания произошла авария. Чтобы устранить ее, нужно сначала откачать воду. Причем сделать это должны сами жильцы. Но они не в силах. Более подробно расскажет Роза Сатканова. Порывы в этом доме явление довольно-таки частое. Буквально месяц назад здесь в очередной раз прорвало трубы и затопило подвал. На этот раз ситуация повторилась, только в еще больших масштабах. Проверить уровень воды сейчас будет очень сложно. Но если навскидку, например, закинув камень, мне кажется, вода здесь будет по пояс. Жителям пришлось нанимать вакуумные машины для откачки воды. Но денег не хватило. 12 марта у нас прорвало отопление. И пар шел с первого до девятого этажа. Сами мы собирали деньги тоже самое на этот подвал. Но в этот раз получилась такая ситуация, что и зима еще не кончилась, и как рвануло. 40 машин выкачали, все равно вода до лестницы. Без отопления сейчас остается 120 семей. Большая часть проживающих – малообеспеченные многодетные семьи и пенсионеры. Я многодетная мать, один из детей инвалид. Почти месяц у нас уже нет отопления. Дети мерзнут, днем отправляю их к родственникам. Вечером их забираю. Все мы начали уже болеть. Живу здесь с 82-го года. Переехать возможности нет. Многие квартиранты, они не сдают взносы. Деньги сдают только 15 семей из числа постоянных жителей. Весь дом в аварийном состоянии. Нужно не только трубы менять, но и крышу ремонтировать. Самостоятельно мы даже воду откачать здесь даже не сможем. Не то, чтобы ремонтировать что-либо. Здание больше полувека. Все коммуникации и инженерные сети пришли в негодность. При этом дом является бесхозным. Его не обслуживает ни один КСК. Не были проведены работы по подготовке к отопительному периоду, объясняют специалисты. Не производился опрессовка и промывка системы отопления. Не было паспорта готовности. Поэтому частые порывы неудивительны. Два месяца назад был такой случай, тоже порыв во внутреннем системе отопления. Со стороны Акимата была оказана помощь. Было вывезено 49 кубов с подвального помещения нечистот, то есть с точной водой. Сейчас точно такой же случай. Жильцам нужно собрать на целевые сборы, откачивать подвальное помещение от нечистот и дальше производить ремонтные работы во внутреннюю систему отопления. Вся система отопления, вся система сетей водоотведения, также водоснабжения, все находятся в изношенном состоянии. То есть на данный дом в системе отопления требуется капитальный ремонт. Капитальный ремонт дома жильцам нужно делать за свой счет, говорят специалисты. Либо принять участие в государственной программе модернизации живых домов. Но для этого нужно согласие две трети жильцов. Пока же они не могут собрать средства даже на откачку воды и просят о помощи местной власти. Роза Татканова, Руслан Газезов, Канат Махмудов, Уральск, Хабар, 24. Магастаус за посещение урочища Божжера стали взимать плату. Теперь увидеть уникальный пейзаж туристы смогут за 291 тенге. Такая сумма в качестве входного билета была предложена депутатами областного маслехата. Местные власти поддержали идею и вынесли постановление. Также было принято решение о создании специального денежного счета. Все собранные средства пойдут на проведение субботников и установку шлагбаума при въезде на природоохранную зону. Напомним, что знаменитое урочище Божжера находится на территории заповедника. Вблизи этой местности на иностранные инвестиции планируют построить курортный отель, который смогут посещать туристы со всего мира. За 15 дней на счет поступило 98 тысяч тенге. Более 300 туристов за две недели посетили урочище. Был также установлен и дневной лимит, который не должен превышать 66 посетителей. Деньги пойдут на очистку территории и вывоз мусора, который чаще всего туристы оставляют после себя. Казахстан Из завершения выпуска напомню, из-за ухудшения ситуации и роста числа инфицированных в Восточном Казахстане с завтрашнего дня установят санпосты. Три из них появятся на внешних границах со стороны Алматинской области, еще три со стороны Карагандинской и Павлодарской областей. Еще четыре на автопереходах через госграницу в пунктах пропуска АОЛ, УБА, Бахты и Майкопчегай. Лицам, прибывающим из красной зоны, обязательно нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Исключение лишь дети в возрасте до 5 лет при наличии документа у сопровождающих. Контроль будет вестись путем проведения бесконтактной термометрии. При выявлении лиц с подозрением на инфекционные заболевания будут вызывать скорую помощь. Новое постановление главного саморача региона уже вышло. Ограничительные меры, введенные там ранее, продлили до 15 апреля. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.